Приветствую вас на канале RedCat. Я продолжаю вам рассказывать про секреты в обновлении, которое вышло. Первый секрет, который я вам хочу рассказать, это то, что сейчас намного проще получить более крутой амулет. Смотрите, какой классный получил. Супрайм ант амулет. У меня был рекорд 148, сейчас 168, 94 конверсия, биатака и так далее. Дело в том, что сейчас какой-то очень повышенный урон, поэтому убивайте улитку, прыгайте к муравьям и получайте новый амулет. Я его получил с первого раза, даже не стараясь. Так что, возможно, смогу выбить еще круче. Ну и, конечно же, в этой части я вам покажу, что выпадает, что падает с квестов черного мишки. Я прошел все его квесты вчера, но так как это уже было около 4 часов ночи, я уже не стал записывать, решил все-таки немножко поспать и в этом видео вам покажу, что дается за прохождение, за квесты. Вы видели, что дали полтора миллиона, плюс там еще добавили мне микроконвертеры 5 штук. Давайте, кстати, да, поюзаем. Я вот не показал вам, как этот буст работает, я рассказал, в принципе, сейчас показываю. Видите, то есть мы его юзаем, этот кубик, и он рандомно на каком-то поле делает мне буст, и в два больше раза я смогу там получать пыльцы. И, кстати, пиктограммки, видите, поменяли, очень прикольный стали, когда этот кубик используете, то снизу рисуется как бы картинка того поля, на котором этот баф работает. Прикольно. Мне очень нравится, конечно, рандомно выпадает, но если вы соберете там 15 штук их, то вы сможете точно выбить именно на том поле, которое вам нужно. Так, давайте новый квест отдадим, посмотрим, что мне дают. Миллион двести пятьдесят, пять жалеек, пять тикетов. Кстати, у меня уже более тысячи ста тикетов я ей готовлю для того, чтобы сделать сразу одаренной новую пчелку. Так что, ребята, как только она появится сразу на канале RedCat, вы сможете ее увидеть. Я думаю, что я буду покупать за тикеты и сделаю ее одаренной. Ну, в зависимости, конечно, сколько она будет стоить. Я знаю, очень дорого, наверное, не буду. Полтора миллиона еще получил, еще получил шестьдесят клубнички, пять билетиков и роял джели. Окей, давайте смотрим. Следующий квестик у нас. Миллион надо санфлауэр собрать, три миллиона на маунтентоп и синенькие. Да, кстати, ребята, очень прикольный бак у меня получился с вот этим жуком. Смотрите. Видите? Обычный жук. Но он меня дамажит. Он никуда не пропадает. А мои пчелки почему-то абсолютно безразличны к нему. То есть, они его просто игнорируют, видите, и не убивают. Я не знаю, что это за бак. Он меня просто преследует и его пчелки не убивают. И он реально меня дамажит. Мне надо от него убегать, чтобы он меня не убил. Наконец-то пчелки проявили интерес к этому все-таки жучку и убили его. Так, все, заканчиваю и этот квестик. В принципе, квесты для меня довольно-таки легкие. Не знаю, как для вас они будут. Возможно, если вы не прокачены, это, конечно, для вас покажется очень-очень сложным квестом. Но для меня это, в принципе, очень быстро выполняется. Все. Давайте смотреть, что теперь дадут. Два миллиона. Очень хорошо. Немножко я прокачиваюсь. Я, кстати, сейчас хочу уже 3 миллиарда накопить. Мне, по-моему, два с чем-то нужно для того, чтобы купить новый слот. Я его куплю для новой пчелки. Вы видели, да, там где листочки. Если вы проходите именно по тому месту, то там какой-то бафик вылетает. И смотрите, да, сейчас внимательно баф моей палки. Видите, как он прикольный? Смотрите еще раз. Так, так, так. Идем, идем, идем. Опа, палочка такая, да? Классно. Каждый десятый удар сопровождается таким новым бафом. Вчера не отображался диппер. Сейчас уже отображается. И все очень красиво анимировано, сделано. Да, кстати, ребята, многие статы переделали по пчелкам, по всяким инструментам и так далее. И тот же ранец сейчас, топовый ранец, он еще приносит биатаку плюс один. Это очень круто. О, прикольно. 2,2 миллиона плюс далее 5 микроконверты. Они очень прикольные. То есть, вы мгновенно можете в любой момент перевести всю пыльцу, которая у вас есть, в мед. То есть, вам не нужно куда-то бегать. Это, в принципе, то же самое, что за тикет вы можете сделать, но вам не надо никуда бежать. То есть, вас сразу под рукой вы сделали и мгновенно перевели в мед. Очень удобная штуковина. Мне очень она понравилась и помогала очень быстро выполнить квест черного мишки. Вы видели, что в следующем попалось уже 2,5 миллиона. И сейчас хочу еще один нюанс вам рассказать. Смотрите, ребята, у меня есть задание. Нужно 1,5 миллиона набрать вот здесь вот, на этом поле, где улитка. Вот это для вас может стать проблемой. Если вы не убили улиточку, то тогда все ваши пчелки будут убивать улитку. И вам придется просто вашим диппером набивать эти 1,5 миллиона. То есть, пчелки вам помогать не будут. Это очень проблемно для тех, кто будет выполнять подобные квесты. То есть, у меня сейчас, видите, мгновенно просто я все тут нафармил. Но у вас может, если вы не убили улитку, занять это намного больше времени, чем у меня это получилось. Так, что еще хотел сказать? А, ну да, я вам покажу, кстати, по поводу магазинчика еще. Но давайте предпоследний квестик смотрим, что за него дают. За предпоследний квест, ребята, вы получите целых 15 стингеров. Ребята, 15 стингеров, 4,5 миллиона меда. За 15 стингеров, я думаю, что можно побороться. Потому что вы знаете, насколько их тяжело получить. Ну что, давайте финальный квест. Мишки посмотрим. 20 его квест. Ого, 20 миллионов. 8 миллионов. Да вы шо? 15. В общем, вот такой вот финальный будет у вас квестик. Для меня он тоже, в принципе, не сложный. Довольно-таки быстро я его выполнил. Ну что, ребята, я уже выполнил все задания. Это уже 20-й квест черного мишки. И сейчас иду сдавать ему квестик, чтобы получить свою награду. Давайте смотреть, что мне даст черный мишка. Ну, во-первых, это будет Старджелли, про который он говорил. Но давайте посмотрим, что еще Старджелли он даст. Так, он дал 5 миллионов меда, 5 билетиков, 1000 печенек. Ну, спасибо тебе, черный мишка. Сейчас пойдем смотреть, кто мне попадется. И все, ребята, теперь опять запустились прошлые квестики, обычные квестики у черного мишки. Теперь я уже его 20 квестиков выполнил. И буду, как обычно, выполнять стандартные его задания. Так, ну что, давайте смотреть, кто мне попадется. Я сейчас рейдж, пчелку, наверное, заменю пока на Старджелли. Так, посмотрим, кто мне попадется. Ну, не повторка, давай, давай не повторку. Это Бамбер Би. Печально, повторочка. У меня уже есть Бамбер Би. Сейчас я попробую выбить еще одну одаренку. Очень часто, когда вы меняете одаренку, даже с помощью обычного Старджелли, вам попадается либо же легендарка, либо же еще одна одаренка. Ну, не сразу, но если потратить, там, к примеру, 50 штучек, там, может попасть. Давайте попробую. Сейчас вот полистаю, вдруг все-таки попадется что-то новенькое. Очень хочется. Ну, дай, 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 дай что-нибудь, дай, 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 что-нибудь, дай, дай. Вот если... Очень хочется сделать одаренный именно Рэйдж Би, но она никак не попадается. Фаер Би, Рад Би, Лукер Би, Бамбл Би, Рад Би, Коу Би. Ладно, чувствую, мне не повезет сегодня. Тогда давайте Рэйдж Би дождемся. И я ее все-таки оставлю, она мне нужна. Мне надо три Рэйдж Би для того, чтобы я себя уютно чувствовал. Так, где она? Дай, Рэйдж Би. Рэйдж Би. Ну, пожалуйста, Дэй Рэйдж Би. Вот, все, дождался. Получил свою назад пчелку. И теперь давайте гамми маску посмотрим, ребята. Она поменялась, она ухудшилась. И сейчас вам покажу, как она отличается от той, что было раньше. Ну и, конечно, вход в магазин. Да, почему-то мне не срабатывало, когда я запрыгивал на пчелку эту гамми. Вы мне уже все написали, что там так и остался магазинчик, так и есть. Сейчас я туда заберусь. Вот, видите, да. Все как и раньше. То есть на нее залазите и попадаете в магазин гамми-мишки. И смотрите, ребята. Давайте сейчас внимательно посмотрим, что поменялось. Да, урезали, к сожалению. Не успел купить, уже урезали в мою гамми масочку. Вот так вот она теперь выглядит. Получить вы ее можете точно так же. В этом плане ничего не изменилось, так что не переживайте. Ресурсов больше вам не понадобится для ее получения. Но по поводу статистики давайте смотреть, что поменялось. Итак, слева вы видите новую гамми маску, а справа старую. Ну что ж, 50% ГУ. Было? Было. Хорошо. 25% ГУ конверсия. Было 50%. Видите, порезали. 30% Полен было. Было раньше у нас 35%. Видите, тут тоже немножко порезали. 50% Полен Фром Тулс. Было 25%. Ну, хоть тут немножко апнули. Хоть в чем-то ее апнули. 30% Дефенс. Я так понимаю, что это, может это Дамаж Редукшн, который, Дамэйдж Редукшн, который был 30%. Если так, то он остался. 12% Би Абилити Рейт. Он тоже остался. Ну и пассивный баф тоже остался. Что убрали полностью? Это у нас Удачу. 125% полностью убрали. 50% это осталось. И убрали полностью 40% конверсия. Вот так вот, ребята. Все обладатели гамми маски Скорбитя вам ее немножко пофиксили. Ну что ж, на этом у меня все, ребята. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если так, не забудьте поставить лайк и прийти посмотреть следующее видео на канал RedCat. Всем пока!